bitcoin холдинг состоится уже через 1 час 12 минут и 20 секунд но это на самом деле какой-то рофл бак сайта от про блокчейн потому что у нас еще я напоминаю полгода ну там пять с половиной месяцев осталось и где-то 4 мая до 4 года у нас примерно будет холдинг еще также напоминаю нас холдинг по bitcoin кэшу 5 апреля до 4 года также получается у нас 5 мая получается bitcoin св ну и перед этим у нас были какие-то хардфорки холдинги по тому же дэшу как мы не много это раз год но что-то из год не получается не мне некоторые говорили вот по дэшу там каждый год холдинг двадцать этим году не было холдинга двадцать четвертом тоже пока что не предвидится ну и файк у нас был по манаре также у нас был холдинг и напоминаю позит кэш еще 17 ноября двадцатого года ну и в принципе на этом все вот по поводу новостей что же интересно у нас как мы видим пока что у нас люди настроены нейтрально либо покупать ну естественно это все ориентировано на bitcoin потому что толпе хочется покупать когда высокие отметки ну и хешрейт у нас также на пике что говорит о коррекции ну и плюс комиссии в сети биткоина достигли у нас максимума по поводу юс тасси многие заметили что да он там подрос но это такой бонус на литкоин это чуть попозже покажу у нас юс тасси подрос там чуть ли не на 5 6 иксов естественно всем захотелось его купить сразу же ну то есть пока стоял на месте я кстати в закрытом клубе тоже его давал ну подлетал он там 6 половиной иксов вчера было где-то 3 4 икса сегодня около там 5 6 поэтому в принципе накопление тоже было длительно и можно было на данном говне заработать если кто хотел потому что данная монета она как бы высокоисковая я в этом тоже рассказал и кстати его задели стиле так понял бы usd судя по всему потому что вчера он еще был вот ну есть к юс дт не суть в общем луна классик давайте глянем что там заделись или нет бы из да еще есть луна классик то же самое что это относительно днище вот здесь мы в принципе сюда к тем же уровнем и пришли поэтому ничего абсолютно удивительного и в закрытом клубе а также данную монету давал вот и давал 14 15 октября мы ее прикупали и в июле давал кстати когда она была получается вот здесь вот еще стояла тоже ее давал да она еще просела но можно было докупиться в рекомендациях она также была то есть если вы покупали 14 15 октября уже в плюсе там на 2 икса по вот этой монете то есть луну классик я держал бы минимум до здесь 20 тысяч ну тут каждый самый шайд в принципе может быть на этом рост и закончится покажут от сколько все но в принципе цели вот первую сопротивление это здесь 20 тысяч здесь 30 тысяч ну и пошло-поехало я думаю понятно но по поводу луны давайте посмотрим ну почему открывай бы из да потому что более полный график соответственно здесь ну какой-то незначительный отскок ничего особенного тоже там 2 икса это все херня то есть я в холодил бы естественно больше но луна давайте глянем помоги из дт наверно да все таки да кюз дт вот здесь поболее график у нас но в принципе есть еще куда лететь и если с текущих вы там покупали то в принципе вот сюда держать это где-то около 50 иксов то есть я думаю эти монеты вполне покажет юрист и си вот уже показал поэтому не стоит здесь переживать то есть как минимум бы из д почему-то не показывает уже ну не суть в общем вы увидели произошел вот такой вот памп и естественно я сейчас бы фиксировался потому что пиковые объемы и я бы из этого явно выходил потому что данные монеты у нас форсятся тогда видите доминация биткойна растет то есть его выкупают и щитки у нас стреляют тогда когда готовится коррекция по рынку то есть доминация эфира bnb ослабевает давайте глянем доминации альтов аналогично я думаю понятно в принципе я предупреждал что она неизбежно доминация из дт растет альты значит падают напоминаю что гэпа у нас снизу не закрыты еще по 30 тысяч по 25 и то есть даже если толпа увидит коррекцию хотя бы куда-то вот сюда вот сюда тем более вот сюда она естественно обоссается то есть здесь у нас такой ситуации не произошло по фракталу ничего не отработало по эфиру как минимум здесь тоже гэпа у нас не закрытая еще имеются поэтому вполне сходить 1400 это более чем реально естественно большинство на этом перепугаются вот у нас пошла коррекция по эфиру вот пошла коррекция по биткоину ну по биткоину там ничего особенного пока сильного бритья какого-то там лангов я не увидел по bnb тоже пошло снижение естественно сейчас будут подкидывать негатив что там binance cam надо продавать летим на своих долларах ну я думаю понятно ну то есть вчера еще на опережение нашел заткеш дешим я предупреждал что они такие опережающие индикаторы своеобразные да ну по монаре давайте посмотрим чё там ну в принципе коррекция но ниже пока что сильно он не упал bitcoin кэш тоже предупреждал что вот эта формация будет боится в принципе так она и происходит уже коррекция у нас некая пошла по иоса давайте посмотрим что у нас происходит и вас то же самое а до когда на давайте посмотрим чё по оде когда на то же самое ну здесь разгрузочка продолжается divide x многие спрашивали то же самое идет коррекция chain link давайте посмотрим чё по chain link у линк разгрузка дальше продолжается то есть ниже пока не ведут но это пока ключевой слово, да, как мы наблюдаем. Дальше квант, тот же самый, ну, солана, понятно, тоже разгрузка как по чейнлинку, квант снижается дальше вниз. Anthology давайте глянем, потому что тоже монета обычно шла на опережение, и донные отметки по ней. По юфе, кстати, многие тоже паниковали там, ну, в принципе, как мы видим, монета ликвидная, ее откупают. Если бы она действительно была скамом, она просто бы падала, как Таралуна, да, то есть я уже показывал, она просто тогда укаталась, и никто бы там ничего не выкупал, то есть она падала вот такими палками, вот вот такими, вот и скатилась бы там до каких-то миллиардных центов, и все, искамонуло. Поэтому этого не было, этого не было, ну, и вряд ли будет. Далее по лайткоину то же самое снижение, обратно мы стоим уже 75,70 долларов, я об этом предупреждал, что, в принципе, не надо торопиться, и уже откат у нас минус 10%, это вполне адекватная коррекция. По поводу GRT тоже многие ждали коррекции, ну, пока она еще не произошла, ETH Classic тоже многие недооценивают, в принципе, тоже идет коррекция постепенно, и ожидаем постепенного снижения, то есть некоторые считают, что там не будет уже, ETH Classic никогда стоить каких-то больших отметок, но это, опять же таки, пока он стоит на днище, я напоминаю, я уже показывал, здесь вот такой вот глобальный треугольник, если навести его вот так, то есть мы видим, что этот выстрел и памп он однозначно будет, и я думаю, вполне мы сделаем перехай, ну, или хотя бы хаи 21 года, это будет уже более чем достаточно, да. По поводу давайте глянем, что там доги, доги, ну, продолжается какой-то отскок бритеж шартов, шиба, давайте посмотрим, ну, аналогичная ситуация, вот, самоед, кстати, там выстрелил, многие говорили, что вот, там, смотрите, монета летит, ну, то же самое, да, он показал какой-то памп, сейчас отстаивается, здесь идет разгрузка, вот, по поводу интересных монет, вот этот EFU тоже меня часто спрашивали, многие, кто покупал в 2021 году, естественно, ее распродали, не дохолдил ни хера ее, ну, это более чем ожидаемо, потому что людишки не готовы ждать, они ждут прибыли здесь и сейчас, она стала медвежкой, они обосрались, продали там в минус, ну, и, соответственно, ушли с рынка, поэтому, ну, как говорится, естественный отбор, ну, а данные монеты я холдю и ничего, ничего я абсолютно не продавал, вот, по поводу, как мы видим, нефротоколы, в Эленч, то же самое, разгрузка, уже идет коррекция, давайте глянем, Элрон, тоже он там сильно отскакивал, ну, и сейчас тоже здесь идет такая расторговка, дистрибьюция, распределение, да, то есть киты продают по йоте, давайте посмотрим, что по йоте, по бырам, ну, то же самое, продолжается коррекция, она была неизбежна, ну, и давайте посмотрим, что по остальным монеткам, допустим, по Нео тоже там был отскок, я помню, я его еще шортил, да, по шортам тоже вынесло, к сожалению, но, как минимум, вот, уже практически половину движения мы этого сожрали, и это вполне адекватно, я об этом тоже предупреждал. Индекс страха и жадности у нас на уровне 66, то есть люди постепенно начинают бояться, естественно, ну, и перед этим у нас криптовалютный скептик Джим Крамер поверил в биткоин, хотя эта новость была еще 3 дня назад, да, у нас изменил свое мнение в лучшую сторону, признал, что многие прогнозы по биткоину были неверными, ну, и послушайте, если вам нравится биткоин, покупайте его, я всегда придерживался такого мнения, то есть, ну, и, естественно, пока идет коррекция и падение, толпу все равно загоняют, давайте, давайте, покупайте, ну, а по факту мы же понимаем, что покупать сейчас смысла нет, потому что у нас коррекция неизбежна, тем более биткоин, ну, а ты, я, как говорил ранее, они просядут, ну, по поводу индекса доллара, он падает, у нас фондовый рынок растет, а криптовалютный падает, да, то есть у нас идет некая рецкорреляция уже последние полгода, как вы могли заметить, я думаю, ну, и, в принципе, ситуация аналогичная, но вот, единственное, Take You у нас идет на опережение, шартовая такая модель, поэтому тоже будьте осторожны, ну, и перед этим, вот у нас 23-го числа, Jim Cramer посоветовал покупать биткоин, обычно, когда он посоветовал покупать, 23-го числа, ну, давайте посмотрим, у нас когда началась коррекция, в принципе, у нас 23-го числа он советовал, и у Боги какое совпадение, вот здесь был небольшой сквиз наверх, ну, и, естественно, многие начали покупать альты, вот давайте глянем, ну, к примеру, там Uniswap, да, я тоже советовал, вот, 23-го числа, естественно, вот у нас был хай, потом продолжение движения, ну, и сейчас идет некая коррекция, которая была неизбежна, ну, и сейчас будут брить ланги, ну, а здесь 23-го числа, это было вот здесь, вот тоже на зеленой такой свечке, ну, кейк давайте посмотрим, то есть сейчас, естественно, в эти монеты не надо заходить, здесь идет разгрузочка, ну, и, как мы наблюдали, вот, соответственно, 23-го, и теперь 27-го выходит сегодня данная новость, ну, и вот перед этим на форклоге тоже она была, потом у нас блокчейн экономика, когда биткоин сможет стать озерной мировой валютой, вчера эта новость вышла, естественно, ну, и, в принципе, многие ожидают, что вот будет резервом, и намекает у нас сообщение в хэш, значение генезис блока биткоина, получается, можно перевести как канцлер на грани, ну, и второго пакета помощи банкам, потом в white paper описана идея криптовалюты как пейринговая одноранговая система, то есть система, когда люди могут обмениваться деньгами напрямую друг с другом, вообще минуя каких-либо посредников, ну, такого не будет, вот, ну, и статус резервной валюты, то есть будут обменники либо биржи, либо DEX, да, дают преимущество странам, которые ее печатают и чеканят, ну, и, значит, сейчас вероятность становления криптовалюты выглядит маловероятным, но нереальным, ну, и почему не станет резервная валюта, это невыгодно, получается, у нас странам говорит, что сделав биткоин децентрализованную валюту, ну, какая нахер децентрализованная криптовалюта, если 90% а то и более биткоинов принадлежит китам, да, и, типа, таким образом отдадут существенную долю контроля, а также поддержат рыночного конкурента фиатной валюты, ну, поэтому и делается CBDC, я думаю, понятно, ну, и, конечно же, с этой точки зрения у нас высказывается легендарный инвестор Баффет, ну, вот, типа, у доллара нет конкурентов, ну, и, конечно же, он говорил, что крысиный яд там в кубе, в квадрате, я не знаю, в квадриллионе, ну, а по факту через какие-то компании-посредники по типу, там, Goldman Sachs, я не знаю, JP Morgan покупает BlackRock тот же самый, покупает биткоин, инвестирует в блокчейн-технологию, поэтому это все такое, вот, ну, биткоин, конечно же, доказал состоятельность времени, но может оказаться не лучшим решением, потому что долгие переводы, естественно, 5 транзакций в секунду, слишком медленный, да, ну, естественно, типа, та же Solana смотрится более предпочтительнее, нашли, с чем сравнить говносеть Solana, которая постоянно лагала, да, и теперь они более-менее спустя, там, 4 года наладили ее, и теперь, типа, хвастаются, что нифига себе, ну, и Solana, кстати, тоже CBDC, но риск по ней высокий, ну, и, типа, биткоин не может стать пока резервной валютой, я считаю, ну, а по поводу искусственного интеллекта, ну, он говорит, что вряд ли, получается, порадует криптоэнтузиастов, ну, и в большинстве случаев отвечали, что все возможно, но надо преодолеть кучу препятствий, вот, потом, соответственно, у нас акции Coinbase и MicroStrategy обновили максимумы, ну, и обычно это у нас говорило о том, что, в принципе, пора фиксироваться, да, и, в принципе, KatiVood пока что по Coinbase ничего не говорила, но я напоминаю, KatiVood у нас 25 ноября, 2 дня назад зафиксировалась, продает еще больше холдингов GBTC, да, она бывала давала прогнозы наоборот, да, как это делают некоторые блогеры, да, либо, соответственно, по типу чувачков Джима Крамера, но самое интересное, действительно, давайте посмотрим 2 дня назад, 25 числа, и у нас как раз-таки это был пик, что вы понимали, вот здесь, ну, понятное дело, тут был сквиз, но вот здесь, отсюда у нас началась коррекция в следующие 2 дня, и, в принципе, это был верный сигнал, и я об этом говорил, что KatiVood распродается, поэтому будьте аккуратны, скорее всего, в ближайшие дни будет коррекция, так оно и происходит, сейчас у нас альты падают, ну, и давайте посмотрим по остальным, по типу алгоренда, 1 инча, ну, и, как минимум, действительно, 2 дня назад это был пик по альтам, и, в принципе, у нас пошла коррекция некая, да, то есть небольшой откат, ну, а в дальнейшем, я думаю, вполне коррекционное движение, ну, и по 1 инчу, 1 инчу аналогичная ситуация, ну, а до когда, я думаю, понятно, то же самое, вот, поэтому вот такой вот инсайт был. Аналитики высказались по поводу цены биткоина до одобрения ETF, вероятно, увидим краткосрочный рост, а затем спад, но эта новость была сегодня, да, но потом, когда они заработают, мы увидим гораздо больше рост, и считаю, что есть много институциональных инвесторов, которые ждут регулируемого выхода на рынок. Да, естественно, все, киты и так покупают, и вот эти все, ну, знаете, вбросы по поводу ETF, а что сейчас поймут, там, и полетим, ну, для меня это такое. Ну, и давайте глянем акции микростратегии, посмотрим, ну, то же самое у нас практически к хаям там приблизились с 21 года, это, опять же, говорит о том, что, в принципе, у нас должно быть падение. Почему? Потому что обычно, когда акции таких компаний на пике нам об этом заявляют, то, естественно, это пытаются нас загнать, и это было вчера, но уже коррекция у нас проходит, да, ну, и, в принципе, начинается, да, HTX у нас биржа Хооби возобновила операции с биткоином, и 26 ноября стали доступны в том числе биткоины, ферк, трон и USDT, ну, и USDT в сети ТРЦ-20, какое совпадение, да, вот, и, в принципе, горячий кошелек был взломан 22 ноября, и также возобновлены 27 числа у нас USDC, API, USDT, ну, API, я не знаю, такая криптолюта, которая была хайп 2 месяца, но до сих пор ее форсят и начинают рассказывать, что, блядь, надо ее там покупать и так далее, ну, не знаю, какой вообще в этом смысл, да, есть объемы у данного говна, может быть, оно и выстрелит, но, по сути, данная монета была на хайпе 2 месяца, на ней, кто заработал на пресейле либо вот здесь на пампе, ну, и, по сути, если, конечно, она даст отметки 22 года, то, может быть, и даст десятки иксов, но имейте в виду, что монета лютый щиток, и не факт, что она что-то вообще покажет, вот, хотя многие на нее надеются, ну, а по поводу хобби, в принципе, вот у нас, смотрите, возобновляет услуги, то есть завершила, там, приостановила вывод средств, ну, и, соответственно, вот у нас возобновление ввода-вывода монет, как минимум, вот, приостанавливает обслуживание вывода средств 21-го, потом постепенно возобновит, не восстановила, кстати, через 3 дня, как она обещала, потом средств в троне, потом USDT, 3020, биткоин, BitTorrent, Just, NFT, Sun, USDT, совпадение, что они сначала открыли монеты, связанные с экосистемой трона, да, ну, совпадение, да, вот, через блокчейн трон, а потом далее у нас возобновляет эфир USDT через блокчейн эфира, вывод биткоина, потом ERC20, ну, давайте глянем, какие криптовалюты они восстановили, вот такой вот список, огромнейший, ну, зайдете, сами почитайте, ссылку оставлю в описании, если захотите, ну, и, в принципе, тоже тут какие-то щитки одобрили, ну, и перед этим более значимые криптовалюты, поэтому, в принципе, вывод открыли, поэтому настоятельно рекомендую выводить нахер все с этой биржи, потому что биржа высокоисковая, и многие начали там смеяться сверхразума, которые говорили, что, типа, ну, вот же, открыли вывод, а ты сказал, что это скам, ребят, ну, будут у вас там деньги, и когда эта биржа скаманет, если скаманет, да, то, соответственно, будете потом, ну, как бы, сидеть, чесать репу и думать, ой, а чё ж я не вывел, ну, как бы, вот эти смехуёчки, я вообще не понимаю, к чему это пишется, вот, по поводу этого, ну, то есть, ну, вы хотели, чтобы у вас там зависли деньги и она скаманула, ну, окей, тогда заведите все свои деньги туда, ждите, пока она скаманет, только потом не ноете, вот, что вас не предупреждали, вот и все, я вообще вот этого не понимаю, клоунады, ну, дело каждого, поэтому я предупредил и говорил об этом еще год назад в закрытом клубе, вот, ну, а выводить либо нет, это дело каждого, по поводу Айва, CRB, снижение тоже продолжается, ну, и давайте глянем LSTLM и DAR, по данным монетам тоже у нас был финальный всплеск вчера, ну, и сегодня наблюдается уже некий откат, ну, и, в принципе, побоили знатно шахты, давайте даже посмотрим ради интереса по USTC, кстати, мы летели сугубо на шахтах, 2.33, сегодня 1.7, то есть, это где-то на 4 ЛМА побыли, давайте глянем по Луне, вот, Луна то же самое, Луна Классик, так, Луна Си, давайте посмотрим, то же самое, да, у нас чистое обойтие шахтов и лонгов, просто, ну, как бы, расколбас, что называется, ну, и смотрели мы только что, получается, LSTLM, да, давайте посмотрим, то же самое, какое совпадение, что вот у нас были лонги и шахты, TLM, открываем, смотрим, ну, да, вот, побыли шахты на 400 тысяч, ну, в принципе, ожидаемо-читаемо, поэтому данная монета имеет перспективу и не надо говорить, что, типа, они там скам, ну, кто считает, пускай считают, это их проблема, вот, ну, а по поводу халвинга, как мы поняли, уже где-то в мае он примерно будет, потом у нас Coinbase объявляет, что будет листить 4 альткоина на фьючерсы, ну, во-первых, акции Coinbase на локальных, может, даже глобальных хаях находятся специально, чтобы инвестировали в ее акции, плюс у нас листить будут Аду Кардану, Чейнлинк, Доги и Стеллар, ну, совпадение, да, что именно эти криптолюты на фьючерсы, и это будет где-то 30 ноября ну, и, скорее всего, тогда у нас будет массивный более массивный дамп, мое личное мнение ну, а через 2 недели, буквально там 2,5 уже 13 декабря будет решение поставки, поэтому, я думаю, в целом в цену все заранее будет заложено ну, и, в принципе, как мы наблюдаем на данном этапе коррекция уже пошла я предупреждал, что, в принципе, оторопиться смысла нет докупиться можно было, но если вы ждете все-таки ниже, это возможно и реально дождаться те же там 50 центов в принципе, сейчас так график у нас и показывает, оно понятно, вот, Солана у нас вошла в истою, увеличив количество транзакций 51 миллион, специально, чтобы толпе еще больше за щеку напихать эти новости выходят, да, чтобы толпа покупала еженедельный расход Шибаина упал до самого низкого уровня за месяц, ажиотаж угасает, ну, и, в принципе, как я и говорил, что сейчас торопиться смысла нет, залетать Шибу и Доги потому что рынок еще упадет, проект Web3.0 у нас Сидус сжигает 7 миллиардов токенов почти, и цены взлетают до небес ну, и давайте же глянем, что-то по Сидусу у нас, USDT выбираем, ну, и, наверное, на Кукоине ну, и, в принципе, находится на Хаях естественно, начинают загонять и разгонять Фома, чтобы толпа залетала да, здесь было некое накопление, дала она 10 иксов, но, опять же таки, сейчас надо фиксироваться ребят, тем более на относительно таком вялом рынке, ну, не то, что медвежьем, уже начинается постепенно зарождение бычьего, да, надо это понимать но, опять же таки, может быть еще кризис ну, кризисный обвал, как был в марте 2020 года, поэтому его нельзя исключать, вероятнее всего, он будет после халвинга либо после, чтобы еще толпа более ну, еще больше разочаровалась поэтому на таких пампах, естественно и на таких щитках нужно, нужно фиксироваться, поэтому, кто считает нужным холдить дело каждого, но я все-таки выходил бы всей котлетой. При наличии правильных инструментов Solana может стать инкубатором для DeFi 2.0, естественно, тоже на Хаях эти новости выходят. Потом, соответственно, у нас легендой инвестировали Чарль или Мангер это, ну, правая рука Баффета, зам его, да ошибался в отношении биткоина, ну, вот уже переобувание у нас пошло, по мнению Дэна Мархеда из Pantara Capital и вот почему. Ну и получается как он сказал, что когда вы начинаете создавать искусственную валюту, вы бросаете вонючий шарик в рецепт, который уже давно и очень хорошо работает для многих людей ну и по сути, как бы, начал что-то спорить, ну и говорит, что инфляционная природа денежных систем принесла пользу лишь небольшому количеству людей ну и получается, естественно, люди которые находятся на пирамиде богатства такие как Мангер, ну и в принципе, типа все теряют, а он зарабатывает на этом, ну и по сути считаем, что подавляющие людей на земле могли бы жить намного лучше с биткоином, ну, в принципе как бы он решил поспорить, что типа не прав, ну, по сути вот у нас токен Superworks, это у нас Superfarm если кто помнит такой токен, да, потом он укатался, потому что что-то там то ли взлом был то ли чуть ли не скам, вырос на практически 3,5x за последние 7 дней ну давайте посмотрим монета супер, вот она есть тоже на Binance данная криптовалюта выросла у нас да, можно было ее прикупить я вот не помню, прикупал ее либо нет в закрытом клубе точно давал насчет себя не помню, докупал либо нет вот 5x, в принципе, сейчас бы я тоже выходил потому что уже начинается коррекция либо кто хотел шахтануть можно это сделать, да, было накопление причем длительное уже год, считай ну и выстрелила она на 5x в общем, я порекомендовал бы фиксироваться поэтому тоже я в закрытом клубе об этом отписывал вот, и если хотите получать информацию со своего имена, то рекомендую вам присоединиться и напоминаю, что с 1 декабря стоимость закрытого клуба будет повышена уже на 30%, скидок не будет черных пятниц я не провожу скидки были летом, минус 50%, кто захотел, зашел ребят, я предупреждал, скидки будут последний раз кто захотел, тот зашел в 2 раза дешевле кто не захотел, ну, ваши проблемы поэтому дело каждого ну, по поводу новостей, я думаю, понятно в принципе, и если посмотреть прогноз по Солане, может ли достигнуть к концу года 100 долларов, естественно, уже начинаются такие прогнозы именно круглые отметки, именно 100 баксов не 99, 99, да а не 90 долларов, не 70 тут именно 100, понимаете, и всегда вот у нас тяга дают круглые отметки, чтобы толпа ждала а, как мы знаем, круглые отметки не дают, вот, ну, исследуя схеме благодаря более широкому восстановлению рынка начнет расти, получается, у нас и может за 5 недель достигнуть максимума, получается, на 67 долларов и уже достигала в моменте ну, и по факту, говорят, что торгуется и по уровню Fibonacci на уровне 50%, ну, и потенциально может подняться 78,2, потом последует 100 и 122 доллара ну, и типа, несмотря на эту фазу, демонстрирует параболический рост, активные адреса ну, и по сути, у нас индикатор показывает, что медвежье пересечение наклонов и предполагает покупку сильную, покупателям сильную поддержку отката, ну, в общем я бы ждал бы обвала еженедельный объем торгов, оптимизм вырос на 1700%, да, и TVL достиг практически там 800 миллионов, ну, оптимизм аналогично то есть, для меня это такой сырой проект по сути, он стоит на месте ну, такие какие-то хаи, то есть, можно было на ней заработать, да, если вы покупали вообще там на дне но закупать сейчас, вот многие спрашивали арбитрум там и так далее, я ее тоже в клубе рекомендовал, можно было тоже его здесь прикупить, кстати, не знаю, будет это дно, либо мы сходим ниже, я в принципе предполагаю, что мы можем еще ниже сходить вот C, монета тоже у нас сырая по сути, ну, многие считают, что надо в нее было заходить, потому что тут же сколько она там дала целых аж 2,5 икса вот, Cyber тот же самый, там тоже да, он себя хорошо показал, но по факту это монеты щиткоины, да, нужно понимать то есть, пока это проекты сырые и залетать в них там с Юи тот же самый, там 1% монет в обороте, то же самое, пока ничего интересного, Аптос там, ну, то есть, для меня это проекты такие себе, кто считает там что это там передовая технологии и так далее киты в вас разгружаются сейчас, ну, можете в этом не сомневаться, поэтому, а те блогеры которые вас загоняют в эти монеты, ну, можете передать им привет, как они загоняли вас в 2021 году на хаях в Evalanche, там, в Solano ту же самую по 250 долларов в Таралуну и так далее, ну, и где эти монеты сейчас, вот, поэтому эфир к 30-му году может вырасти до 36-800, конечно же, это типа стоимость биткоина, ну, на текущий момент плюс-минус, да ну, и, конечно же, рассказываю, что вот там эфир будет стоить, как биткоин, давайте ребята, все инвестируем, ну, и все будет и гуд, ну, а по факту мы же понимаем, что, ну, это бейтсевые кобылы на текущем этапе, и по данным сантимент 200 крупнейших кошельков удерживают более половины эфира, поэтому, как они говорят, у нас все децентрализовано, да, вот, поэтому децентрализация, это когда меньше половины кошельков держат монеты, ну, а как мы видим, больше половины эфира у нас удерживает 63 миллиона, ну, и плюс на Proof of Stake он стал еще более централизованным, я думаю, понятно, поэтому все это бред, который у нас распространялся и внушался, ну, и к 30-му году половина капитала, говорят, что будут проходить через эфир, ну, и типа такая будет у него стоимость, ну, для меня это бред, поэтому к 30-му году, может быть, он и будет столько стоить, ну, явно он будет дешевле биткоина, ну, и ближайшие разблокировки токенов, это у нас DivideX, оптимизм как раз-таки, совпадение, да, какое, вот, и перед этим вот у нас новость, смотрите, TVL возрос, там, объем торгов и так далее, но по факту он возрос, почему? Потому что у нас разлоки скоро, 1 инч, аптос и аппи, ну, в принципе, по данным монетам, как мы наблюдаем, в принципе, у нас могут быть разлоки, вот, если зайти на токен Unlocks, то вот у нас разлоки, получается, по UGG, по, получается, через 2 недели, по Ajax, по DivideX, завтра будут уже, потом по Сьюи, по нюм, по оптимизму, ему-то был Икс, через 3 дня, GMT, Maverick, 1 инч, вот у нас разлоки, как раз-таки, могут пропампить специально, HFT, GMX, Cyberg, тот же самый, Flow, аптос, аптос, да, там, аппи, получается, Юфи, кстати, вот у нас видно пропампили тоже перед разлоками, потом FXS, ID, CTCI, MANA, получается, что там еще, AXS, Axie Infinity, Solana, та же самая, через 2 месяца, вот у нас как раз, Sandbox, Blur, Rose, Avalanche, Arbitrum, тот же самый, ваш любимый, Balancer, Compound, Edo, Meme, потом, что еще, Polkadot, вот у нас разлоки, через полгода как раз будут, ну, и Elrond, Arkham и так далее, но по поводу второй страницы, давайте посмотрим, что у нас еще из интересного такого, Gala, C98, WorldCoin, CRV, Atom, C, Nier Protocol, Merit Circle, Axel, да, потом, соответственно, GRT, Asmosis, Safe, Filecoin, что у нас еще, STG, Lux, Joy, LDO, Terraluna, потом SushiSwap, DoggyCoin, ELV, Mask, Uniswap, Phantom, Polygonmatic, FTT, AF, OKB, что у нас еще, RPL, Ethereum Name Service, Multi, BitDAO, ну, BitDAO сейчас Mantle называется, ENJ, Metis, GTC, Link и Mantle, ну, по сути, пока информация еще не доступна, но, в принципе, я думаю, в дальнейшем все будет понятно, поэтому имейте в виду, что разлоки не за горами, а это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас, в принципе, уже может быть падение в ближайшее время по этим альткоинам и не надо в них спешить залетать. Прогноз биткоина, стоит ли ждать новых максимумов, ну, и, по сути, вот у нас там сравнят с моделью 2015 года, естественно, может повторить паттерн, ну, а по факту, мы же понимаем, что может у нас повториться паттерн 2019 года. Ну, и самые оптимистичные прогнозы не исключают движение монеты к максимуму предыдущего цикла уже к 2024 году, то есть 69 тысяч долларов мы перепишем. Ну, и типа вот у нас отправится, у нас штурмовать 40 тысяч долларов, находится в фазе, которая предшествует полноценному булрану. Когда эта новость вышла? Сегодня, да, 39 минут назад. Какое совпадение, да? Ну, и по факту, вот некоторые быки поддерживают другой прогноз, что он может отправиться в затяжную коррекцию в районе 31 тысячи долларов. И такой прогноз поддерживает трейдер Мистер Крипто. Поэтому имейте в виду, что сейчас он, скорее всего, и происходит. Прогноз цен на гелий, на хелиум, да, и ченти монета выросла на 80%, будет ли превышать 3 доллара? Ну, и первый прогноз, это говорит, что может стать одной из самых успешных крипталю в 2024 году. Я напоминаю, данную монету сначала убрали пару к USDT, оставили к BUSD, а потом его вовсе залистили или оставили только к USDT, я уже не помню. Ну, и, короче, вовсе, вовсе залистили с Binance. Не знаю, почему, кстати, и Халвинг по ней был в августе 2021 года, чтобы вы понимали, тоже ограниченная эмиссия там. Ну, и вторая цена выросла, вот, на 80%, динамика сохраняется, и цена резко восстановилась. Ну, и, получается, ожидается, что типа 2 доллара будет в 2024 году. Вот, стал обычай на недельном графике уровня сопротивления поддержки. Ну, и по факту, если посмотреть, здесь у нас ограниченная эмиссия 223 миллиона, 65% монет в обороте, как минимум. Ну, также Helium можно изучить у нас на CoinMarketCap, если кто не знал. Ну, и, в принципе, объемы сейчас вообще не кокущие. Тут показывают 2,7 ляма. То есть, как только заделись с Binance, она стала неактуальна. Да, имеется на Coinbase, на KuCoin, на Gate.io, на Мекси, по-моему, на KuCoin, на Babity, на LBank. Ну, и, в принципе, объемчики, там, сотни тысяч долларов. То есть, монета, по сути, щиток. Ну, как бы, многие ожидают какие-то перспективы. Если посмотреть на карте, да, там много валидаторов у нее, кто поддерживает. Ходспот, мэп. И, в принципе, и Австралия здесь, и Новая Зеландия у нас, и Европа, естественно, страны СНГ. Северная Америка у нас, там, Китай, Индия, там, и так далее, Саудовская Аравия, Эмираты в том числе, там, Япония, как минимум, Южная Корея, ну, и так далее. Поэтому, я думаю, с этим понятно. Ну, и по данной монете, стоит ли ее покупать, давайте откроем вот график и посмотрим. Да, действительно, был отскок на хаях. Естественно, я крайне не рекомендую сейчас закупать. Уже был отскок на 2x, поэтому ждать нужно коррекции, возвращения к уровням в район 1,5 доллара. Ну, хотя бы 2 доллара, выделяя 1,5, а то и 1,2. Поэтому, да, имеется накопление, если глянуть полный график, по-моему, на Мекси он имеется вот здесь. Да, то есть монета скорректировалась на минус 97%, вернулась к тем же уровням, откуда и стартовала. На ней мы, кстати, тоже зарабатывали в закрытом клубе, покупали ее вот здесь. Вот здесь, и график, похожий, как у Соланы, просто один в один. Давайте я вам покажу. Вот даже ради интереса давайте фрактал наложим. Вот, берем Bars Pattern и, соответственно, забираем вот так. Вот, берем, переносим. Сейчас, нет, давайте возьмем адекватно, без логарифмической шкалы. Соответственно, вот так. И вот так вот копируем. И, соответственно, открываем Солану. График точь-в-точь просто. Кто-то сравнивает график Соланы, кстати, с эфиром. Ну, давайте вот откроем. Вот, соответственно, переносим вот сюда. И, о боги, какое совпадение. Смотрите, вот у нас та же самая ситуация. В принципе, вот у нас было поднятие. Вот здесь у нас была консолидация, как и по Солане. Потом вот у нас, видите, вот этот вот снижение. Тоже здесь был некий сквиз. Вот, смотрите. И после этого мы продолжили рост. Ну, тут что-то по-другому чуть-чуть было. Ну, и после этого была вот такая же палка. Видите, то же самое. Голова-плечи образовалась. Отскок раз, отскок два. Бэм-бэм. Все как под копирку. Видите, то же самое абсолютно. Ну, единственное, тут были еще новости по FTX. Поэтому многие начали сливать Солану. Естественно, она пробила там дно. Но, в принципе, вот эта консолидация вот здесь. Вот здесь откат. Такой нисходящий канал. И потом выстрел. То есть по Helium абсолютно аналогичная ситуация. Смотрите. Ну, то же самое. Тут был небольшой консолидации. Вот откат. Та же самая формация. Такая же. Вот с нисходящим каналом. И мы поперли дальше наверх. То же самое абсолютно. То есть одни и те же скиты, вероятнее всего, там находятся. Я думаю, понятно. Вот. Поэтому, если посмотреть, монета скорректировалась очень сильно. Вот здесь накопление у нас было около года. В принципе, сейчас она отскочила. Сколько можно будет по ней забрать? Условно, вы ее там купите. Ну, давайте среднюю возьмем где-то 1,7 доллара. То сколько по ней можно будет забрать? Ну, 5-10x самая минимальная. На пике, может быть, 30-40x она проявит. Но это учитывайте, что щиткоин. Нужно иметь в виду, если вы закупите вообще прям идеально вот здесь. То, ну, 40-50x может и покажет. Ну, опять-таки, это если будет какой-то рост. Поэтому такие бонусные альткоины, про которые многие забыли. По поводу рынка, в принципе, начинается уже постепенно коррекция. Я надеюсь на это. Ну, Кэти Вуд у нас зафиксировалась 2 дня назад. Ну, не знаю. Правда-неправда. Но, в принципе, как минимум, пока что все отрабатывает. И действительно падение у нас происходит. По особенно альтам. Вот. Поэтому такие мысли, такие дела пишите в комментариях. Что думаете, коррекция ли это? Либо это обманка. И дальше пойдем наверх на 40 тысяч. Может, даже на 48, как нам сказали, до конца 2023 года. Уже в декабре. Но мое мнение, что, скорее всего, у нас коррекция может начаться уже сейчас. Ну, и в ближайшие там пару месяцев мы ее ожидаем. Ну, потолок. Это будет весна 2023 года, я думаю. Ну, если действительно захотят разочаровать максимально толпу, сделает этот обвал, как в 2020 году получается уже после халвинга. И, в принципе, если сравнить график, давайте мы возьмем и посмотрим, если действительно наложить фрактал. Некоторые так и делают. Вот с 2019 года. В принципе, вот у нас была вот такая вот ситуевина. Мы берем, копируем, переносимся вот сюда. Соответственно, берем отработку. И вот у нас данное днище, которое было. В принципе, у нас может быть нечто похожее. Ситуация. Но, опять же таки, пока что я ничего похожего не наблюдаю. Вот. Здесь кто-то говорит, что вот у нас там будет какой-то рост вот сюда. И потом падение на 27. Кто-то говорит, что может быть вот такой вот. Но, в принципе, вот если сравнивать, да, то вот у нас была консолидация некая. Ну, вот. Берем как-то вот так вот. Соответственно, вот мы сюда сходили. И потом, якобы, у нас после вот этого пампа должна быть коррекция хотя бы минимум 30-ки. В идеале 25. Но пока фрактал там люто как-то не отрабатывает. Ну, посмотрим. Время покажет. В принципе, можете написать свое мнение, какие цели вы ждете. Некоторые говорят уже, что все, ниже 30-ки. Даже 30 не дадут. Ниже 30-ки не дадут. 25 не дадут. Ну, здесь тоже. Я помню, орали, когда мы стояли вот здесь по 30 тысяч. Около сколько мы тут стояли. С июня по август. То есть, два месяца мы вот здесь постояли. И уже толпа говорит, да, ты что, даже 25 не дадут. Не то, что там 20. В итоге дали 25. Все обосрались. Ничего не купили. Ну, а мы по итогу вот здесь закупались альтами. Биток с эфиром я не покупал. Я покупал BNB. Ну, в принципе, есть еще куда снижаться. И как минимум тот же BNB продолжает это делать. И, ребят, будет у вас, я думаю, последний. Один из последних шансов здесь закупиться. Ну, один, максимум два, может быть, еще. Ну, и после этого, я думаю, будет дальнейший уже рост и буллран после хаулинга. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok